Я хочу поговорить о нескольких важных вещах, связанных с тем, как возникала теория сознания. Мы пройдем историю слов, за которыми стоял постепенный опыт проступания сознания. Мы проследим с вами эту историю, это путешествие от первых истоков западной мысли до эпохи модерна, до 17 века. И посмотрим, как изобретались эти слова. Но перед этим еще, Евгений ко мне подходил на переменки, возник такой вопрос, что метафизика должна быть метафизикой реальности в целом. А когда мы говорим о метафизике сознания, то возникает, что метафизика чего-то еще, она каким-то образом непонятно встраивается. Я в курсе по метафизике в прошлом году об этом говорил. Эта структура, задавайте вопросы, чтобы я уточнял, вставшая классической к 18 веку. Маленькая нудная двухминутка, связанная с терминологией, с авторами. После исследований 17 века эпохи модерна установился канон метафизики, который благодаря христиану Вольфу в 18 век впервые создал систему метафизики, разбив ее на две части. Это метафизика, я пишу по-латыни, метафизика генералис, как базовый уровень исследования реальности. Что это за дисциплина? Ее можно перевести как общая метафизика. Генералис слово как общее. Оно включает в себя исследование наиболее формальных общих структур самой реальности. Например, субстанция акциденции, необходимость, возможность, действительность, качество, количество. То есть вот эти категории главные и главные модальности. В антологии это называется модальностями. Возможность, действительность, необходимость. Что-то является просто действительным, что-то является необходимым. Например, дважды два, четыре — это пример необходимости. Есть случайность. Кто-то случайно хотел прийти на балет, а попал на метафизику сознания. Думал, что здесь будет Ромео и Джульетта, но это случайность. Он пришёл на одно действие, а получился нудный человек в очках, говорит о метафизике. Думал, что здесь будут прекрасные балерины исполнять какие-то па, например. Вот это всё во многом в XVII веке ещё совпадало с логикой, потому что не было отличия логика и антологии, были общей частью. И в Могилянской академии, собственно, это и исследовалось, как антология и логика вместе исследовались. Если я могу порекомендовать, у меня у самого есть такой проект «Открытый православный университет». Все очень качественно писались лекции в Софии Киевской. И мой коллега Микола Сымчич прочитал цикл лекций о могилянских курсах философии XVII века. Он сам их исследовал, читал их по латыни, и там много интересных фактов. И в том числе он показывал, как эта структура, логика и антология входили в этот общий канон. А Христиан Вольф — вторую часть метафизики. То есть если это базис, это главный язык, главная грамматика реальности, то вторая часть он назвал ее «Метафизика Специалис». То есть если речь здесь о главной грамматике, то в этой части метафизики речь идет о трех главных сферах метафизических исследований. Одна из них — это Бог. И эта часть метафизики называлась «Рациональная теология». Она сегодня актуальна в современной аналитической философии. На очень высоком философском уровне исследуется философская теология. В прошлом году по лекциям по метафизике у меня две последние лекции посвящены этому вопросу о Боге в современной философии. Первый — это рациональная космология. Второй — если это Бог, предмет главный, то здесь мир, космос. Космология — сегодня это исключительно сфера естественных наук. Тогда это рассматривалось как часть метафизики, как часть проекта, как что есть мир, главное свойство мира. И рациональная психология — то есть Бог, мир, душа. Вот главные предметы метафизики XVIII века. И поэтому то, что я читаю как метафизика сознания, является современным продолжением традиционной части метафизики — рациональной психологии. Потому что по-английски, кстати, кроме consciousness и mind, так же функционирует слово, объясняющее психическое, сферу психического. Это еще один третий термин. Вот, пожалуйста. И поэтому неудивительно, что мы исследуем на наших с вами встречах вот эту часть классической системы метафизики, но в современном срезе, как сегодня об этом говорят. Понятно? Вот это возникло в XVIII веке. Христиан Вольф — это автор, который писал свои трактаты как по-латыни, так и по-немецки. Он был одним из пионеров немецкого языка философского. И поэтому иногда говорят «Метафизика немецкая Вольфа или метафизика латинская Вольфа?» В этом смысле это человек, который был очень важным связующим пунктом всей немецкой образованности. Благодаря таким людям, как он, стали, возможно, Кант, Фихте, Гегель, уже представители более такого современного. Какие вопросы у вас возникли на переменке за кофе, чаем и беседами философскими? Подумайте, пожалуйста. Как вы считаете, является ли вымирание метафизики в определенный момент времени парадоксальным? Парадоксальным? Конечно. Я об этом говорил на лекциях. «Метафизику отрицать невозможно, потому что все мы исходим из того или иного образа реальности. Только он, те, кто отрицает, не осознает, что все равно у него работает скрытая теория реальности, скрытая картина мира». И это, например, очень интересно. Вот недавно умер Хокинг. Парадоксальным образом он сам стал философствовать. Так бывает с теми, кто отрицает философию. И поэтому статьи на английском, по-немецки назывались так. Значит, философ Хокинг, да, вот философ вне философии или философ, отвергающий философию. Все, что он написал в сети бестселлера, это картина мира, которая, в принципе, не основана на каких-то эмпирических особо. Это некий проект. Для того, чтобы вписать свои эксперименты, конкретные фрагменты мира в общую картину, мы выстраиваем, осознанно или нет, вот эту вот антологию. Но задача философов — понимать, что без антологии мы никак. Поэтому лучше подходить к ней сознательно. Лучше мы ее будем держать под контролем, чем она будет нас контролировать на уровне несознанки. Там есть слово «unconsciousness», когда мы в состоянии несознанки. Поэтому философия — это сознательное отношение к картинам реальности, тому, что на нас влияет, куда мы вписываем себя. Еще вопрос. Что есть в сознании? Как определить сознание? Ну, наконец-то. А вот уже весь курс этому посвящен. А вы хотите уже сразу? Отлично. Я начну с человека, которого в излишних сантиметрах к философии и к метафизике не обвинишь. Это человек очень знаменитый. В 2012 году его объявляли самым умным человеком Нью-Йорка. Он ведет очень много научно-популярных разговоров по телевидению американскому. Это Мичо Каку или Кейку в разных переводах. Такой физик-теоретик японского происхождения, американский. Он написал очень много интересных книг. «Физика будущего», «Еукраинский проект физика майбутни». Там «Пространство» прекрасная книга. У него есть книга, посвященная сознанию. И вот там он, будучи опять не философом, как и Хокинг, сказал, ну я вот читал книгу, я решил вот что сделать. Я решил сам ответить для себя на вопрос, что такое сознание. То есть он ваш коллега по интеллектуальным вопрошаниям. Это я перебрал все, что о сознании написано. Физик-теоретик написано. И я вот к чему я пришел. Сейчас я поделюсь с вами его великим открытием. Поскольку он мыслит вот технократично, он сказал, что можно представить такую шкалу от нуля до, скажем, там 4, 3, 2, условно говоря, 1. Определить сознание очень тяжело, потому что в мире есть очень много разных типов сознания. Например, к сожалению, нет в нашем университете цветов в аудиториях. Но представим, что здесь на подоконнике стоит прекрасный кактус. Или роза растет в горшочке. Иностранцы любят друг другу в горшочках иногда дарить цветы. И вы, наверное, дарите. Вот представьте себе эту прекрасную розу в горшочке. Она стоит на подоконнике. Она стоит на подоконнике, реагирует на свет. Что нужно для сознания? Для сознания нужно, с одной стороны, взаимодействовать с внешним миром, получать информацию из внешнего мира, обрабатывать ее определенным образом. И эту обработку информации использовать для той или иной системы. У огурцов, у помидоров, у кактусов, у роз. Все это есть. То есть растения уже обладают сознанием, если понимать сознание по трем параметрам. Получение из нее информации, обработка информации и использование информации для чего? Для роста, для развития. Поэтому роза смотрит на свет, реагирует, получает информацию от земли из горшочка, от света за окном и радует наш глаз. Но есть и более… Пусть это будет один на нашей шкале. Есть разные уровни. Есть уровень информации посложнее, когда мы встречаем уже такие организмы, как амеба. Это уже некий организм, который не просто получает информацию, а он ее обрабатывает как некая целостная скульптура. Он реагирует на прикосновения. Роза тоже реагирует на прикосновения. Но амеба реагирует по-другому. Она уже как некая про-личность, про-то-личность. Ей не нравится, она начинает реагировать. То есть это вот организмы этого уровня. Потом мы можем здесь, на этой шкале, выстроить более сложные системы, например, сложно организованных животных, и вплоть до таких, как приматы. Приматы, наверное, где-то будут вот здесь, ближе к четырем. Приматы. Обезьяны, проще говоря. А у них уже есть очень высокий уровень интеллекта, очень тонкий эмоциональный мир. И здесь я постепенно ввожу литературу для вас. Недавно на украинский язык была переведена книга «Мораль без религии» Франц де Вааль. Его считают в числе 70 наиболее влиятельных людей, ученых мира. Он биолог, всю жизнь занимался приматами. И эта книга, она выходила в русском переводе, сейчас она вышла в 2018 году в украинском переводе. И показывает, это такая борьба с предрассудками. Там пример Бонабо, но и других приматов. Он показывает, что все, что мы считали относящимся к миру человеческой морали, поведении, все это мы находим уже у приматов. Начиная, например, с высокого уровня эмпатии, сочувствия. Давайте сейчас вместе с приматами подружимся, чтобы исследовать сознание. Поскольку в последнее время появилось много видео, появилось много возможностей снимать жизнь приматов в природе долго, мы видим, например, что какой-то самец очень сильно возбудился, обиделся, плачет, и самка сзади подходит, обнимает его за плечи, гладит его и утешает. Смотрит ему в глаза, успокаивается. Вообще-то неприятности на работе. Нахамил кто-то. Мы же все тонко чувствующие, и приматы тоже тонко чувствующие существа. Успокаивает. То есть эмпатия. И там есть фотография трехлетнего ребенка, который приходит в американский зоопарк, за стеклом ждет его каждый день его друг. Тоже трехлетний. И на фотографии они смотрят друг другу в глаза на протяжении нескольких часов. Они друзья и ждут друг друга. Они узнают друг друга. И общаются взглядом. Им не нужно говорить, они чувствуют друг друга. То есть эмпатия очень высокая. Потом еще один важный момент. Солидарность. Мы видим, что у приматов очень высокий уровень солидарности, и они мирятся после драк, поддерживают членов группы. Например, в книге Валя приводится пример одной из самок макак японских, которая родилась без рук и ног, и которая выходила уже несколько поколений потомства. и помогает члены группы. Ей очень трудно передвигаться, потому что она родилась фактически с недостатками. Но это позволяет ей быть полноценной матерью, потому что часть ее потребностей берут на себя члены группы. Очень распространенные явления усыновления среди приматов. Не только самки усыновляют детенышей, но и самцы. Наблюдалось очень много примеров, когда усыновляют самцы маленьких детей, и живут, и выхаживают их, и так далее. И наиболее потрясающие вещи, связанные с сотрудничеством, когда они сотрудничают ради определенной цели, и, наконец, когда они проявляют чувство солидарности и чувство справедливости. В завершении я приведу такой пример, и потом мы скажем об интеллекте приматов. В выступлении Девали на Тедди вы посмотрите несколько чудесных видео. Что мы там видим? Это известный эксперимент. Эксперимент, где в двух клетках сидят два примата, а здесь девушка в перчатках предлагает им совершить некую работу. Она берет там камешки вдали этой вот клетки, и за камешек она дает огурец. Это происходит так. А примат шимпанзе дает ей камешек, а она дает ей за камешек огурец. Огурец очень любит шимпанзе и съедает с удовольствием. Потом другой шимпанзе делает тоже. За камешек получает огурец. Потом эксперимент усложняется. И вот здесь внимание. Девушка дает за камешек одному из шимпанзе виноград. Она получает виноград, а виноград вкуснее для шимпанзе, чем огурец. Сами понимаете. А второй шимпанзе напрягается, предвкушает такой же подарок, судорожно берет камешек в руки, чтобы отдать дрессировщице, но она дает шимпанзе вместо винограда снова огурец. И выступление на Теде, это все взрываются смехом. На самом деле это трагедия для этого работника шимпанзе. Что он делает? До этого он с удовольствием поедал огурец, но он видит, что другому дали награду виноград, а ему снова дали огурец. Что он делает? Он бросает огурец в самку и начинает в дрессировщицу. Он выбрасывает огурец, он не хочет его есть, он проявляет чувство несправедливости, нарушенное чувство несправедливости, и бросается на клетку и хочет прорваться к сопернику или сопернице, сказать ей, нет в мире справедливости, нельзя так жить, так жить нельзя, не могу молчать и так далее. О чем это говорит? О том, что даже чувство справедливости, вознаграждение присущее приматам. Я уже не говорю о протологическом мышлении, оно уже есть у ворон. Поэтому восходим по древу дальше, по древу сознания, мичо кейку или каку. И, наконец, человеческое сознание. То есть он вводит усложнение, например, для животных к получению информации и обработке информации новые параметры добавляются. Ориентация в пространстве, движение. И, в конце концов, на уровне человеческом мы включаем еще и прогнозирование будущего, передвижение пространства, временные шкалы, предвидение будущего и, естественно, более высокий уровень обработки информации. То есть мичо кейку хочет сказать, что человеческое сознание на шкале всех сознаний не отличается качественно. Это просто более количественно по параметрам более усложненная система того, что есть уже у огурцов, у кактусов, у амеб, у разных рыб, вплоть до приматов и людей. То есть ответ ваш на то, что такое сознание, может быть вот. Сознание — это система. Получение и обработка информации. Чем больше мы поднимаемся по этой шкале, добавляется еще ряд параметров. Ориентация в пространстве, пространство-временные отношения, планирование будущего. Вот все. А рефлексия тоже идет дальше? Рефлексия — это есть обработка информации. Рефлексия уже есть у огурца, рефлексия есть у амебы, рефлексия есть у ворон, у собак и кошек, а у нас она просто достигает более высокого уровня. Рефлексия здесь — это отношение к получаемой информации, обработка ее тем или иным путем. А наблюдение за своим отношением к получаемой информации — это разве не воля такое? Ну, он не включает. Мы с вами как философы это включаем. Он как физик-теоретик, он пытается упростить эти параметры, чтобы выстроить общую шкалу. Мы к этому обязательно вернемся. Вот это пример, ответы на вопрос. То есть сознание, сознание — система. Можно сказать так, сознание — это то, что это система, в которой происходит несколько этапов получения, обработка информации, используя информацию для ориентации в пространстве, времени, планировании будущего. И взаимодействие с группой. Вот еще один параметр. Он уже возникает на уровне групповых животных. Кроме пространства-времени, еще взаимодействие с окружающими. У человека это взаимодействие усложняется. Возникает культура, наши с вами лекции, социальная жизнь, право, политика и так далее, мораль. Но все это уже можно довольно найти у приматов. Только у них еще нет языка, и все, что у нас есть, у нас выражено больше. Но все мы находим здесь. Вот такой ответ. Может быть, еще уточнение. Еще раз вам сегодня задание посмотреть выступление. Там, кстати, есть прекрасный сюжет, как два шимпанзе работают вместе, тянут такой тяжелый стол, на котором еда. Но одного шимпанзе накормили, он работать не хочет. Один голодный, другой нет. Вот они тянут вместе эту тяжелую плиту, а этот, который сыт, пытается отлынивать и уходить вглубь клетки. И тогда его жаждущий еды друг возвращает похлопыванием по плечу. Говорит, нет, нет, не уходи, давай помогай. И тот опять работает, работает. И опять он хочет, разворачивается, уходит. И тот опять хлопает ему по плечу, возвращая его к труду. И когда они эту еду притягивают, тот, кто работал голодный, съедает всю еду и за себя, и за друга. Тоже чувство справедливости. Ты не хотел работать, я не только тянул, но еще и был организатором, менеджером. Менеджер получает больше. Он из-за себя ест, из-за того парня. Говорит о том, что сотрудничество, вот что, сотрудничество и приглашение к сотрудничеству. Без драки, без угроз, а просто похлопывание по плечу возвращает друга к работе. Не во всяком человеческом коллективе, на фирме, в корпорации это срабатывает. Простым похлопыванием по плечу не обойдешься. Получается, ту самую психологию, психотерапию можно уделить только в человеческом. Это же какое-то чувствование. То есть здесь же невозможно без... Какая-то вот высшая форма. Видите, я же говорил, что утешение, вот эта терапия, о которой вы говорите, свойственна приматам. Приматы утешают друг друга. Но и животные друг других групп утешают. Это же не с точки зрения поглаживания. Там именно успокоение. Не только поглаживания, но и... То есть одно существо в состоянии отчаяния, другое пытается его умиротворить и успокоить. Но у психотерапевты клиент, здесь же нет вопроса отчаяния иногда. Нет, ну я согласен. Вы хотите доказать, что... Нет, ну я просто... Психотерапия это сложнее, чем успокаивание у шимпанзе. Нет, ну я говорю, что прототерапия уже есть там. Ну конечно, нельзя сравнить современную логику с логическим мышлением шимпанзе. То есть наша логика чуть-чуть сложнее, я подозреваю. Но корни уже можно найти там, поскольку они прогнозируют свои действия, они демонстрируют сложные логические... Если то, как работают, да? Так если взять, скажем, эту палку, соединить с этой, тогда получится такой результат. Эта палка не достаёт, соединяем, получаем. Отсылаю вас к видео ворон. Видели видео с воронами? Они также... Ой, это сложная работа, я бы не справился. А как добывать корм с такой линзией стеклянной? Они добывают бросая или камушки, или там специальный насос лапой накачивая воду. Поищите эксперименты на воронах, кто не видел. Вы увидите, что это очень сложно. А мозг такой-то? Копейка. Мозг в копейку. Причём она вначале думает, как достать еду. Ходит вокруг этих стеклянных... То есть она процесс мышления находит. Потом она решает, что делать. Это очень сложная интеллектуальная работа. Насчёт первого случая с приматами. Что будет, если эти приматы будут знакомы? Если они будут знакомы и будут дружить, эти два примата. Допустим... Человек и шимпанзе, например? Нет, оба этих шимпанзе. А, это было много случаев. Просто что, если тот примат, которому дали вина раду, он проявит чувство сострадания другому примату и продвинется? Это возможно, если дальше над ними эксперименты ставить. Возможно. Возникнет и это. Но просто эксперимент пока зафиксировал это чувство ущемлённой справедливости. Возможно, если над ними поработать. Пока с над людьми этого не добились. С людьми пока мы не доработали. Мы всё равно завидуем друг другу, ненавидим друг друга. В общем, что у человека процесс развития как бы безграничный, а вот у приматов, у других существ как бы есть потолок, да? А у человека получается? Ну, я об этом всегда говорю. Это один из моих тезисов. Сейчас мы пойдём в это путешествие по миру сознания. Но это тезис, который мне уже стыдно повторять. Но я его здесь повторю как реакция. Тезис состоит в том, что в этом загадка человеческого сознания и Личности, что у нас нет предела. Что любой биологический вид, индивид этого вида, он связан с определёнными свойствами. Быть кошкой, быть шимпанзе, быть тем, быть тем. С небольшими отклонениями. А не допускается, что в связи с амбатизацией, компьютеризацией, такими технологическими процессами может пойти вспять развитие? Человека? Ну, мы об этом поговорим, когда будем говорить об искусственном интеллекте. Это будет одна из тем нашей лекции, когда мы будем говорить о современных концепциях. Так, всё, реплик может ещё есть. Идём дальше, да, пожалуйста. Маленький вопрос, кстати, на Мичёвку. Вот когда он рассматривает эту шкалу, он рассматривает тот факт, что человеческое сознание пытается помыслить себе себя. И если да, тогда не должен ли он хотя бы предположить, что разница не только количественная, а также, если он изменил качество между человеком и всеми остальными? Ну, здесь я говорю, что есть две схемы. Одна, которую разделяет большинство естественников и биологов, что мы на одной шкале с животными типами сознания. И наше сознание просто количественно, по параметрам чуть выше. Другая часть считает, что наше сознание качественно другое. То есть что-то у нас есть общего с миром животным, но что-то качественно другое. В 20 веке было много таких попыток. Начиная с Макса Шеллера, он отличал порыв от духа, гайст, то есть нам свойственен дух, а животным не свойственен, до современных концепций философии сознания. Но упрощая, есть два подхода. Наше сознание просто количественно отличается по шкале этой вертикальной. Другая концепция, она принципиально иная. Мы на этой шкале его не найдём. Хотя мы делим с животными какие-то свойства, но наше сознание — это шаг куда-то в сторону. Это не на этой шкале, это в сторону. В целом можно сказать про систему, про представление, как о метафизическом. Это попытка выстроить теорию. Да, он для себя пытается… А вот и есть, как строится теория. Дается это поиск фундаментальных параметров. Сознание многообразное, но мы пытаемся выстраивать объясняющую модель и закладываем туда вот эти вот параметры. Начиная от низовых и заканчивая человеческими. Так строится любая теория. Мне нравится всегда, когда… Не надо обобщать… Вот иногда студенты или мои ученики говорят, не надо обобщать, так обиженно. Не надо обобщать, а что ж тогда? Как теории строить? Ну понятно, что есть много исключений из правил. Понятно. Но если мы не будем обобщать, мы ничего в мире этом не поймем. Ну как? Если мы будем говорить поведение человека, поведение там, какие-то моральные добродетели, теории истины, это все обобщение. Хорошо, идем дальше, потому что мы сейчас как раз приходим, вот Галя спросила, сейчас мы должны коснуться очень важной темы. Насколько мне это удастся за это краткое время пройти с вами эту историю? Дело в том, что то, что мы называем сознанием и то, чего, это заслуга философской традиции последних двух с половиной тысяч лет, возникла не сразу. Были этапы определенные. И мы сейчас пройдем кратко эти этапы. Только постепенно самосознание, о котором сказала Галя, опыт самосознания проступает в текстах, в практиках и доходит до XVII века только постепенно. Давайте сейчас увидим тот момент, когда впервые появился сам термин сознания на греческом языке. Это термин Нос. Нос. Можно перевести как ум сознания. Процесс интеллектуального постижения, интуитивного, это ноэсис. Видите, это слово Нос. Слово Менс, слово Гайст, слово Эспри, все происходит отсюда. Нос. Можно перевести как дух. Слово Диануя, тоже здесь виден слово Нос. Это рассуждение, рассудочное познание. Это интеллектуальная интуиция, а это рассуждение. Еще один греческий термин Псюхе, отсюда наша психология. И термин Пневма, душа. В некоторых философских учениях, пневматология есть, христиевая теология тут, учение о духе, пневма. Некоторые философы учили, что вот есть и мировая пневма, мировая душа. Так вот, где впервые встречается в обыденном языке, мы помним курс античной философии, который я вам читал, что в начале все термины греческие возникли из обыденного языка. Это дали поэты, лирика, трагедия, вообще Гомер впервые. И термин Нос впервые встречается у Гомера в 17-й книге Одиссеи. Одиссей возвращается на Итаку. Чтобы быть неузнанным, проследить, как ведет себя его жена, как ведут себя его слуги. Чтобы его никто не узнал. Инкогнито. Но в это время старый верный пес Аргус его ждет. Лежит фактически там на помойной яме. И он, проходя мимо этого пса, пес приподнимается, видит хозяина, узнает его. Хозяин делает ему знак, чтобы он не выдавал его. И пес с радостью, блеской в глазах свои последние элементы любви ему отдает и умирает. Он жил очень долго, не свойственно долго для собак. Два человека ждали верный Одиссей. Его жена и его пес. Вот верность есть на свете. Жена и пес – самые верные существа. Иногда пес, вернее. Так вот, пес тут же умирает. И здесь, когда в тексте, это Барбара Кассен впервые фрагмент словаря французского непереводимости, европейский словник философии, в статье «Антандеман» как приложение. Там как раз она открыла то, что впервые там встречается термин «нус». Пес опознает хозяина, и Гомер употребляет слово «эноэсэн». Вот это вот «ноэсис». Он как бы унюхал своего хозяина, увидел, узнал его. Вот это узнавание впервые появляется в западной традиции этот термин. После поэтов я хочу сказать о нескольких философских фрагментах. В самых древних текстах, до Сократиков, еще до Платона, мы встречаем первые фрагменты употребления этого слова. Например, у Ксенофана «Бог в целости видит, полностью в целости мыслит, ноэй, и целостно воспринимает». Вот этот термин встречается по отношению к Богу. Бог, нельзя его изобразить в человеческих образах, Бог целостно воспринимает мир. И то, что Бог целостно воспринимает мир, то, к чему мы сейчас стремимся, употребляется это слово «ноэсис». Ксенофан — один из старых древних философов. У Парменида есть интересный фрагмент. Вот я цитирую в своем, тут у меня украинский текст, «Уважно, когда богиня обращается к Пармениду, сейчас ему она нечто откроет, там есть такой фрагмент, Б2, «Уважно, выслухай слово в хрескому тексте мютос, миф, який шлях до слиджения еды, но тильки и можно мыслы ты, ноэссай». То есть богиня говорит, «Сейчас я открою тебе путь единственно правильного мышления». И открывает ему истину бытия и мнение смертных. То есть в уста богини вкладывается это «ноэсис». Видите, и у Ксенофонта мышление впервые появляется с божественной инстанцией. Бог мыслит в целости. И у Парменида богиня открывает ему речь обытии, миф обытии, где главное это слово мыслить. Еще несколько авторов, таких как Эмпидокл, Анаксагор, встречают там, где связано с умом, с познанием эти фразы. Но впервые, конечно, на серьезном философском уровне самосознание, о котором говорила Галя, встречается у Платона. Платон впервые выстраивает образ рефлексивного познания самого себя. Весь платонизм выстроен вокруг самопознания «знай себя», вот эта фраза, о которой в Дельфах была написана, «знай себя». И он вокруг этой надписи дельфийской выстраивает философию «Алкевиат-1». Когда Алкевиат беседует с Сократом, и Сократ ему показывает, знать себя можно только в отражении некоего знания в другом, в беседе, в диалоге. Когда мы видим свой облик, отраженном в ясном блеске Божества. То есть впервые Платон использует термин «зеркало», но это зеркало нечувственное, оно только как метафора употребляется. Он имеет в виду зеркало как знание, разговор. Знать о себе мы можем только если ведем разговор с другим, с мастером. Ведя разговор с мастером, мы можем узнать нечто о самом себе. В самопознании нельзя достичь просто наедине с собой. Самопознание достигается в диалоге души, в ситуации диалогов, в разговорах. Поэтому Платон и выстраивает первую эту метафору саморефлексивности. То есть я не только знаю, но знаю, что знаю. Я не только мыслю, но я мыслю самомышление. Вот эти фразы Платонизм подарил человечеству. Впервые сознание вступает в область анализа. Что такое обладать сознанием? Это не просто что-то познавать, но осознавать, что ты познаешь. Осознавать все свои мыслительные акты. Это свойственно только философам по Платону. Вести сознательную жизнь. А философия что такое? Философия — это ведение сознательной жизни. Относиться к своим целям, чувствам, намерениям сознательно. Это и есть биосфилософикоз, философский образ жизни. Многие люди живут как бы во сне, говорит Платон, как бы спят наяву. Задача философа пробудить внутреннее начало, пробудить внутреннее я и жить сознательной жизнью, тем самым пролагая дорогу к бессмертию. Поскольку порождая, пробуждая в себе внутреннее вечное я, философ живет, добывая себе вечность. Это старый пифагорейский мотив. Таким образом, вот Алкевиат 1, этот образ как бы самоотражения, самосознания. Причитайте этот диалог на досуге. Вспомните, у нас была запись этого диалога в Ютьюбе, где мы его разбирали. Конечно, в сокращенном варианте. И, наконец, завершая античный период, очень важный шаг — это Платин. Неоплатоник 3 века. О Платине я читал осенью лекции. И у Платина впервые встречается, отметив для себя, развернута теория самосознания, развернута теория самопознания. Не именно у Платона. Платон только показывает первые шаги, прокладывает путь, а именно у Платина. Очевидно, существует внутреннее видение. Оно осуществляется, если акт мысли преломляется, если деятельность ума, ну, в некотором роде находит отклик, отражаясь в центре души, как изображение отражается в зеркале. Очень интересная метафора. Он говорит о том, что внутреннее видение возможно, если любая наша мысль, любое наше рассуждение отражается в некоем центре души, как в некоем зеркале. То есть любая наша мысль зеркально отображается в центре нашей духовности, то есть в самосознании. И метафора зеркала здесь присутствует. Завершаю цитату, сейчас и вопрос. Руслан, зададите. Если то внутреннее зеркало, в котором появляются отражения нашего разума и духа, не колеблется, в нем видны изображения, тогда мы их воспринимаем сознательно. Но если это внутреннее зеркало разбито, так как гармония тела нарушена, разум и дух продолжают действовать, не отражаясь в нем. То есть речь идет о том, что целостный дух, умиротворенный дух, это зеркало целостное, неразбитое, в котором мысли отражаются, и я познаю себя адекватным образом. Если зеркало треснуто, или если зеркало помутнено, то наши мысли, хотя и осуществляются, но мы их не осознаем. Я опубликовал блог New York Times философский, там о буддизме. И автор написал книгу, специалист по буддизму, американский, называется его книга «Почему буддизм истинен?». И он рассматривает, называется эта статья его, о том, что буддизм более западный, чем нам кажется. И там есть очень одна интересная реплика, одна фраза этого автора. Он пишет о том, что медитации, буддистские медитации, не на то направлены просто, чтобы приводить себя в состоянии умиротворенности, спокойствия. По-другому говоря, это не просто гимнастика духовная, а медитация имеет другую цель, более важную. Когда мы медитируем, когда мы наполняем сознание, тогда мы видим реальность, как она есть на самом деле. То есть задача медитации по-другому увидеть и себя, и мир. В этом параллель с плотином. Здесь. Если сравнить медитацию с правильным, умиротворенным, чистым зеркалом, в нем мы можем увидеть адекватный мир и себя самих. Если мы не можем привести себя в спокойствие, в умиротворение, то ни себя, ни мир мы не увидим, как они есть на самом деле. Потому что наша душа метущаяся, страстная, мы вовне, мы постоянно в переживаниях, в эмоциях. Это нарушает наше отношение к себе и миру. Вы хотели, Руслан, спросить? Да, и в нашем понимании зеркало, оно появилось только где-то в 14-15 веке. В древние времена это была некая медно-натертая поверхность, которая... Руслан, я все это знаю, понимаю. Ну что это говорит? О чем это? Может быть, например, это не прямая... Прямая. Зеркало. Зеркало. Но еще оно при этом некое искривление дает. То есть мы должны его параллельно еще... Вы читаете Алкевиад 1 и там как раз идут эти аналогии. Он говорит, ты знаешь, в каком предмете я говорю, спрашивает Сократ Алкевиады. Конечно, знаю, Сократ, ты говоришь о зеркале, о том предмете, где мы видим изображение собственного лица. Да, действительно. И даже там в примечаниях описано, и в другой литературе, что речь идет не стеклянное зеркало в античности, а металлическое или медное. Более того, я видел в музеях европейских эти зеркала, то есть мне не нужно их представлять. Их десятками во всех музеях. И, естественно, я их фотографировал, изучал, покупал каталоги, альбомы. И, например, в ряде музеев просто вот на больших вот таких пространствах мы видим ряд зеркал очень красиво с такими ручками, граненые, такие вот, такой же формы, как и сегодня, такой вот овал, абсолютно зеркальный. Ну, конечно, с потресканиями, это старые зеркала. Третий век до нашей эры, Второй век до нашей эры, Первый век до нашей эры, безусловно. На случай важна метафора отражений. Что бы это ни было, металл, медь или что-либо другое, но мы видим отражение себя в этом зеркале. Но это же идеал, то есть такого же не может быть. Приводить в порядок зеркала. Но это же невозможно. Нужно сказать так. Кто же говорит, что это Левков? Я сейчас с вами прослеживаю, мы проходим путешествия по проступанию сознания все дальше и дальше впереди. Как оно вступает в современный мир. И я фиксирую Гомер, древние философы, которые впервые употребляют эти слова в связи с Богом, познанием Бога, бытия. Потом Платон и Платин, неоплатоники, которые впервые выстраивают теорию самосознания. Употребляя эти метафоры, никто из них не утверждал, что это легко. Платин переживал опыты экстаза интеллектуального несколько раз в жизни. Но когда мы говорим слово идеал, значит это не означает недостижимое. Иногда мы в него прорываемся. Другое дело, что трудно удержаться на этой высоте. Но мы к этому стремимся. И большинство из наших устремлений это давайте немножко отвлечемся, я убыстрю. Ни одно из обществ никогда не будет справедливым в идеале. При этом это не означает, что право, политика, социальные отношения не ориентируются на поиски оптимальной справедливости, справедливого распределения благ, справедливых отношений друг к другу. Если мы скажем нет, идеальная справедливость невозможна, тушим свет, отказываемся от справедливости в отношениях. Это ошибка. Да, справедливость труднодостижима, но из-за этого не следует, что мы не должны выстраивать справедливые отношения. Точно так же с истиной. Истину исчерпывающей в полноте познать невозможно, но это не значит, что наука, обыденная жизнь отказываются от постижения истины. Истина — это такой же недостижимый идеал, как и зеркальная гладь успокоенного духа. Такая же сложность, но мы к этому стремимся. То же самое в отношении с Богом, в отношении с другими людьми. Идеальная любовь, идеальная дружба, их нет, но мы всегда ищем, мы всегда идем этим путем. Наша жизнь в том, чтобы осуществлять здесь невозможное. Мы говорим о том, что мы хотим испытать полноту любви, полноту дружбы. Мы хотим строить справедливые отношения, справедливую социальную систему, справедливое государство, при этом понимая, что это недостижимо. Что нас толкает к этому? Понимание, что без этого нельзя. Откажись мы от этого, мы станем варварами, животными, а мы видим, что животные имеют преимущество, у них механизм срабатывает уже интуитивно, а мы можем быть ниже, это термин Аристотеля. Человек может быть или выше животных, или ниже. Мы не можем быть на одной шкале с животным миром. Только ниже. И мы видим, что цивилизация XX века делает нас иногда ниже животных. Третий рейх, сталинизм, уничтожение всего гуманного, всего ценного в человеке путем такого катка, издевательств, сознательных экспериментов над человеческой природой. В животном мире это невозможно. Животные не ставят эксперименты по обеззвериванию зверя. А дегуманизация возможна. Дебестиализация невозможна. Зверь всегда остается зверем. А вот дегуманизация возможна. То есть мы ниже животных, если мы отказываемся от этих вещей. Вот и все. То есть это идеалы, которые делают нас людьми. Без этих идеалов мы ниже животных. Это как бы мой ответ на этот вопрос. Ну и, наконец, несколько еще шагов. Обозначили мы неоплатонизм. Вот эти схемы, которые через Аристотеля переходят в схоластику. И теперь я хотел бы подойти к XX веку, а потом с вами побеседовать. Несколько важных элементов. Первый из них. Схоластика, в принципе, работает с платоновской схемой. Но в XVII веке появляются два важных автора. Один из них — Декарт, другой из них — Джон Локк. В декартовых медитациях теория самосознания дана в наиболее развернутом совершенном виде. Особенно в медитации три, два, три, достаточно для вас. Медитации, там, шесть медитаций. Вторая и третья медитации, где впервые самосознание, взаимодействие идей дано в таком классическом, завершенном виде. И, наконец, Джон Локк. Вот этот текст вы должны знать, потому что на нем основывается все англосаксонское наследие. Понимание личности, права, понимание того, кто мы. Этот текст я даже зачитаю. Это эссе о человеческом разумении. Два. Вторая книга. Один. Девятнадцать. Вначале я скажу своими словами, потом процитирую Лока. Локк считается одним из главных представителей теории сознания, теории личности. Он говорит о том, что я знаю, что такое сознание, что такое личность. Личность и сознание — нераздельные вещи. У кого нет сознания, у того нет личности. А что означает иметь сознание? Вот его классический текст. Наберитесь терпения. Я думаю, личность есть разумно мыслящее существо, которое имеет разум и рефлексию, и может рассматривать себя как себя, как то же самое мыслящее существо в разное время и в различных местах только благодаря сознанию, которое неделимо от мышления. Итак, первый параметр Лока. Кто такая личность? Существо, которое с помощью разума и рефлексий может познавать свое селф, себя как себя, в разных обстоятельствах и местах благодаря mind, благодаря consciousness. я знаю себя только, если я осознаю себя в разных ситуациях. Я помню себя месяц назад, год назад, два года назад, планирую себя на будущее. То есть с помощью сознания я связываю все, что со мной происходит, в один центр. Этот центр является личность, рефлексия. Пока понятно? Заканчиваю цитирование. Ибо поскольку сознание всегда сопутствует мышлению, и именно оно определяет в каждом его я, и этим отличает его от всех других мыслящих существ, то именно в сознании и состоит тождество личности. Вот это ключевая фраза Джона Локка. В сознании состоит тождество личности. Здесь Джон Локк впервые вводит слово consciousness как ключ к идентичности я. Когда я мыслю себя как себя самого, я как self, когда я имею себя в актах саморефлексии. Благодаря чему это происходит? Благодаря сознанию. А что такое сознание под Джону Локку, автор 17 века? Сознание — это соединение всего, что со мной происходит в разных местах, в разных эпизодах, событиях. Соединение в одном центре. Если эта связь разрывается, утрачивается я, утрачивается идентичность. Если я не смогу сравнивать себя, свою историю жизненную с предыдущими этапами жизни, возникает болезнь я. Вам больше известно, как психологу. То есть я, возникает раскол сознания, раскол я. Возникает, например, двоение личности, биполярное расстройство, например. Исчезает я. Вот здесь сознание впервые становится частью большой англосаксонской традиции. Декарт и Джон Локк. Они вводят сознание в центр философии эпохи модерна. По-другому говоря, что такое сознание? Это связывание воедино всего, что со мной происходило, происходит и произойдет. Во всех этих ситуациях я тот же самый. Первый момент. И второе сознание — это то, что делает меня мной. Это принцип идентичности. Это большая дискуссия в современной философии сознания о принципе идентичности нашего «я». Что делает меня мной, вас, вами? Ваше сознание. А что такое ваше сознание? Это запись вашей биографии. Это закодированная, собранная история вашей жизни, где вы каждый этап вашей жизни осознаете как свой, рассказывая себе эти истории, имея связанную биографию. Если распад происходит в ваших историях, если она надрезается на части, если ваша история дробится, распадается ваше «я», распадается ваша идентичность. Декарт, Джон Локк. Отметьте для себя, что сам термин, который используют «локк» — «consciousness», впервые изобретает другой британец Ралф Кэдвард. Это представитель так называемых кембриджских платоников. В середине 17 века группа британских философов увлекалась философией плотина и пыталась перевести ее на английский язык. И британские джентльмены натолкнулись на греческий термин «сюн айстосис», что означает «целостное восприятие». Айстосис — это чувство восприятия, просто восприятие. И тогда Кэдвард подумал, а что у нас есть в английском языке, которое переведет платиновский термин «сюн айстосис»? Думал, думал и сказал, нет таких слов, я придумаю. И придумал «consciousness». «consciousness» — это попытка перевести термин плотина. И во втором издании трактата Лока, поскольку Лок читал трактат Ральфа Кэдварда о системе мира, Лок общался с дочерью Кэдварда Леди Мэшем и последние годы провел у нее дома. Леди Мэшем связывала Лока с Лейбницем, они вели переписку благодаря ей. То он, читая эти тексты, натолкнулся на термин «consciousness» и включил его во второе издание своего эссе о человеческом разумении. Таким образом, слово «consciousness» стало одним из главных терминов философии сознания англоязычного мира. Но оно было изобретено как перевод с древнегреческого. И, конечно же, под влиянием латинского термина «con» «sciense». То есть знание буквально и по-русски это означает «so» — знание. «Sciense» — это знание, а «con» — это знание вместе с чем-то. То есть что… Вот я тут пока делаю паузу. Что это значит? Это значит, что, говоря слово «сознание», мы опять должны идти искать бюсты великих философов, а там такие дырочки для вбрасывания монет. Сказали слово «сознание», бросили 100 гривен. Сказали второе слово «сознание», бросили 200 гривен. Потому что это знак интеллектуальной собственности. Слова, которыми вы оперируете, главные ваши слова, придумали философы. Их не было в обыденном языке. Эти слова придуманы, чтобы описать нечто, что впервые они пытались осмыслить. Одно из них — сознание. Видите? Нормальное слово — «сведомисть» или «русское сознание». Да нет же! Это латинская консиенция, которая была изобретена латинянами. И слово «сюн айстесис» — слово плотиновской философии. В обыденном языке таких опытов никто не переживал. Философы подарили нам знания самих себя. Философы научили нас словам, которые могут описать самопознание. Западный человек не сразу пришел к центру сознания как главной части своей цивилизации. Вокруг чего все ведется? Вокруг сознания. Достоинство личности. Личностная идентичность. Неотъемлемые права. Достоинство нашего «я». Откуда все это? Древние об этом ничего не знали. И вот кроме философской вектора, который я вам выстроил философского, от Гомера до Декарта и Джона Лока, а Вольф вводит немецкое слово «bewusstsein». Тоже его придумывает. Он столкнулся с латинским «консьенция». Кто знает немецкий, кто нет, все равно поймет слово. «Bewusstsein». Слово, придуманное в 1730 году. Это искусственное слово. Без этого слова немецкий не представим. А что оно значит по-немецки? Вот это «S» — это двойной «S». В современной пишется оно так. «Bewusstsein». Знаете, что оно означает? Это величие немецкого языка. По-немецки «бытие» — это «sein». Вот оно. «Wissen» — это «знание». А «B» — это означает «знанием что-то происходит». Например, «B-гриф» — это «захват». «B-штимум» — это «определение настроения». То есть «определение». Немецкое слово само здесь читается философией. В немецких словах читается движение мысли. И в этом слове читается, что сознание — это «бытие», которое осознало само себя. Вот что такое немецкое слово. Это прописано в немецком слове. «Бытие», которое само для себя стало познанным, осознанным. Которое стало для себя фактом знаний. То есть есть «бытие», а есть осознанное «бытие». Вот это немецкое слово «bewusstsein» означает осознанное «бытие». А самосознание по-немецки, добавлю это мучение, «selbstbewusstsein». Это одно слово «selbstbewusstsein». Такое простое, скромное немецкое слово. Давайте здесь его напишу. Которые говорят простые немецкие парни. «Selbstbewusstsein». Вот оно, простое слово. Всего-то букв посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, семь. Семнадцать букв. То есть это получается «бытие» не просто осознанное, а «бытие», осознанное самостью мною. То есть добавляется философия. Вот так передается дух, спекулятивный философский дух немецкого языка. Вот это слово придумал христиан Вольф в начале восемнадцатого века. То есть, о чем мы говорим? В семнадцатый век натолкнулся новые реалии, новые опыты. Для них не хватало слов. И тогда они решили придумать слова. Ральф Кедвард придумал слово «consciousness». Оно вошло потом в философию Джона Лока и стало главным англо-саксонским словом. Христиан Вольф придумал слово «bevussein», и оно стало главным ключевым словом немецкой культуры. Ну и так далее. То есть, видите, все придумали философы здесь. И описывая себя, помните копилки, помните эти образы, эти барельефы, скульптурные изображения, и там, где коробочки с потомки Платона, Джона Лока, Христиана Вольфа должны получать от нас посильную помощь. Так вот, завершая о феноменах. Кроме этой философской магистральной традиции, есть еще сопутствующие культурные феномены, способствующие прояснению нашего внутреннего мира. Я перечислил несколько вещей, в следующий раз, может быть, подробнее по ним пройдусь. Первый из них — это лирика. Пиндар, Салон, Сафо — это первые рассказы от первого лица о своих страстях, своих переживаниях, своем видении мира. Здесь впервые самость рассказывает о себе историю. Ей знаменитейший фрагмент Сафо, когда она описывает эротическую страсть к сидящей рядом девушке. Она передает дрожь телу, она теряет себя, она теряет свои ощущения, она забывает о себе. Глядя на красоту, они там что-то придут, по-моему, или что-то там делают вместе. Это первая выраженная яркая страсть, и она описывает полностью свое состояние. Она рассказывает о своей истории о себе, о трагедии своей. Это греческая лирика, где впервые появляется история от первого лица. Второй бумажный феномен — появляется жанр автобиографии. Он появляется в античном мире, когда Личность не просто в стихах рассказывает о себе историю, а Личность еще осознанно говорит о фактах своей биографии. Первой античной биографии, например, кто? Плутарх биографии. А потом возникает третий важный шаг — жанр исповеди. Он появился вместе с христианством, поскольку христианская религия включает важность самых тончайших движений души, важных для Бога. И то, что для римлянина не считалось важным — малейшее колебание души, обращение к Богу на «ты». В античной религии, в античных религиях Бог не интересовался мелкими движениями человеческой души. Богу нельзя было обращаться на «ты». Христианство это предполагает. И появляется жанр исповеди, конфессионес, которое было написано Августином в начале V века н.э. И жанры исповедей наиболее яркие — это исповедь Руссо в XVII веке или исповедь Льва Толстого. Вот это еще жанр. Итак, лирика, жанр биографии, писаний жизни. Жанр исповеди, когда Личность рассказывает перед Богом, не перед людьми, а перед Богом, историю своей самости. Четвертый момент — появление частных пространств, появление публичных библиотек, а потом частных библиотек, и появление частных квартир, появление таких вот секретеров, где дамы хранили тайные письма. То есть начинает обживаться приватный мир вовне, в пространстве. Библиотеки публичные, потом частные библиотеки, потом пространство своих внутренних комнат, пространство парков. Натюрморт — шаг к пониманию приватного внутреннего мира. Я всегда рассказываю, когда историю натюрмортов, натюрморт становится фактом, изображающим внутренний мир определенными свойствами. Историки культуры говорят, что здесь начинается этот первый шаг. В завершение я приведу ярчайшее проявление внутренней саморефлексии, внутреннего опыта и отсылку к будущим читателям стихотворения интересной поэтессы, интересного поэта. Она почитала Гейне, или Хайне. Ее звали Елизавета, баварская принцесса, ставшая императрицей австрийской, женой Франца Иосифа. Она так любила Гейна, что построила ему храм. Фактически она была женой самого могущественного императора Европы по масштабам территории, по истории великой культуры. Но чувствовала себя глубоко несчастной, одинокой. И написала в стиле Гейна такое стихотворение четверостише. Потом я пущу по рядам, увидите ее почерк. В русском переводе звучит это так. Называется поэтише стагебух. Поэтический дневник Елизаветы Баварской, Елизаветы Австрийской. «На этом свете одиноко я блуждаю. Уже давно мне расхотелось жить. Никто моей души не понимает. Никто не хочет путь мой разделить». Жена самого могущественного человека в Европе говорит о том, что ей не хочется жить, что никто не может разделить ее внутренний мир. Внутренний мир настолько глубокий, а человеку, которому можно излить себя, поделиться… Нет, психотерапевтов не нашлось. В немецком второе, четверостишее звучит так. «Эстальт, май зелин лебен кайн гефюрте». То есть, с моей жизнью никто, никакой спутник не делит путь. Не делит. Потому что в русский перевод такой приблизительный. «Ди зеле гап эс ни, ди мих верштамт». То есть, никогда не было души, которая меня понимала. То есть, у меня нет спутника, моего друга духовного, собеседника духовного, и никогда никто моей души не понимал. И вот она это стихотворение нам адресует. Чтобы мы ее поняли. Никто ее при жизни не понял. И для этого она нашла выход. Этот выход впервые придумала Сафо. Придумали первые лирики. Через биографии, через исповеди, через внутренние миры, пространств, комнат, библиотек, натюрмортов. Эта история души, история внутреннего мира дошла до нас. Я намеренно не говорил о мире мистики средневековой, которая особенно в центре ставит историю духа, историю я. Но это бы увело нас в другую сторону. Потому что до поэтов Ренессанса это делали мистики. Например, одна женщина-мистик, которая описывала историю путешествия по замку внутренней души, по комнатам внутреннего мира. Как ее звали? Тереза Авильская. Вот у Терезы Авильской вообще об этой душе целый текст написан. Таким образом, резюмирую, потому что у нас с вами сегодня начало. Начало всегда непросто. Итак, на первом занятии мы говорили о нескольких простых вещах. Первое. Что я читаю метафизику сознания. Поэтому я объяснил, что такое метафизика. Это то описание мира, которое не связано с естественной историей, потому что сознание — нечто большее. Но потом мы спросили, а что же такое сознание? Здесь мы увидели, что все не так просто. И даже на уровне слов есть разночтение. После переменки нам был прямо задан вопрос, что же такое сознание. Я сказал, ну вот есть физик-теоретик Кайку, мы еще будем говорить о сознании с вами, будем искать ключи к нему. Но вот он, надоело ему читать много книг, он выстроил такую систему, где заложил ряд параметров. У нас есть смутное сомнение, что не очень нас это удовлетворяет. Слишком это технократично все. Хорошо построено, но как-то плохо работает. И после этого мы сделали шаг в историю сознания и увидели, что сознание не сразу возникло. Понимание сознания и самосознания — это путь западного человечества. Путь от поэтов до сократиков, древних философов, через Платона и Плотина, которые впервые построили схемы самопознания, и вплоть до Декарта и Лока, которые вводят термины. Сознание, consciousness, bewussein, христиана Вольфа. И после этого я сделал завершающий шаг и сказал, что дело не только в философии, дело в опыте западного человечества. Это все больше путь индивидуализации, все больше путь автономизации личности. Древний человек был настолько погружен в коллектив, в группу, в комьюнити, что он не мог без нее существовать. Он в ней жил, в ней чувствовал. Но западная цивилизация создавала все более и более автономный, углубленный мир моего «я» — самосознание. В каком-то смысле это на нас сейчас бремя, нам это тяжело сейчас. Мы настолько углубили свой внутренний мир, что хотим побыстрее его сделать плоским. Нам тяжело. Пример Елизаветы Австрийской — как тяжело глубокому, тонкому человеку находить себе собеседников и быть понятым. Нам недостаточно понимать себя, нам достаточно быть понятыми со стороны других. Мы хотим делить свой внутренний мир с другими. Полноценное понимание себя связано с взаимопониманием. Если мы этого не находим, мы страдаем. Поскольку мы построили себе очень сложную конструкцию нашего внутреннего мира. И она не только преимущество, но это и бремя. Быть личностью — это бремя. Иметь глубокий внутренний мир — это бремя. У Жванецкого есть какой-то рассказ, как идешь и отлетают, падают вокруг. Инфаркт, инсульт. Интеллигенция, она же тонкокожая. Сразу на нее крикнешь — умрет. Угроза — инсульт, инфаркт. В 70-х, 80-х сколько? Толстокожие побеждали. Это закалка. 30-е, 40-е, 50-е, 70-е. И сейчас мы пришли ко времени, что людей тонких натур у нас не так много. Может быть, и не есть, но им очень тяжело. Это обратная сторона плата за углубление внутреннего мира. Вот возникает вопрос. У Мадештама есть такое стихотворение о Ламарке. Что он хочет вообще, чтобы усики отросли, чтобы он уже ушел в почву, в примитив. Он хочет спрятаться от этого ужасного мира. И вот современный человек хочет спрятаться в что-то простое, сбросить с себя это время. Но нам помогают современные практики. И все-таки мы продолжаем считать, что это важно. Ну, не все, но большинство людей догадывается, что быть Личностью — это важно, тяжело. А надо ли? Кому-то надо, кому-то нет. Что-что? Ну, это работа, вот-вот. Мы построили такие миры с вами, что они не даются даром. Они требуют усилий. Чем большая культура, тем больше усилий удержаться в этом пространстве культуры. Это постоянная работа над собой, это правда. И работа над культурой, жизнь в культуре. Продолжение следует...